Москва использовала право ВЕТА принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которой предстоящий крымский референдум должен был быть объявлен нелегитимным, заблокирована Россией. США считают этот шаг беспрецедентным. По итогам заседания прозвучало еще одно заявление. Западные дипломаты называют вопиющим нарушением продвижения российских войск дальше в Причерноморье. Об этом после голосования за резолюцию Совета Безопасности заявила представитель США в ООН Саманта Пауэр. Подробнее наш САПКОР в США Дмитрий Анопченко. Он передает и штаб-квартиры ООН. 13 за, 1 воздержался, Россия против. Таков итог голосования в Совете Безопасности ООН по украинскому вопросу. Эту резолюцию инициировали Соединенные Штаты, предложив признать предстоящий крымский референдум нелегитимным и обратиться к странам мира с просьбой не признавать его. Этот документ был сегодня единогласно поддержан 13 государствами. Китай воздержался, Россия в одиночестве не только проголосовала против, но и использовала право вета. А значит, документ отклонен. Российская Федерация проголосует против предложенного проекта. Мы не можем согласиться с его основным посылом. Объявить не имеющим юридической силы запланированное на 16 марта референдум, в ходе которого сами жители Республики Крым должны определить свое будущее. Многие дипломаты здесь, в ООН, теперь говорят, этот шаг беспрецедентный. Ведь для того, чтобы воспользоваться правом вета, в принципе, нужны очень серьезные основания Соединенные Штаты, которые документ намеренно смягчили формулировки. Даже название страны «Россия» в документе вообще не упоминается. В американской делегации говорили, голосовать против такого текста, значит, голосовать против основных принципов ООН. И до последнего ожидали, что документ все-таки будет утвержден. Россия заблокировала эту резолюцию, как заблокировала украинские корабли, журналистов и международных наблюдателей. Но она не сможет наложить вето на правду. Россия поставила себя за рамки тех международных норм, которые мы развивали для того, чтобы они служили основой для мирных отношений между государствами. Отечественные дипломаты признаются, к такому повороту событий, в принципе, были готовы. Однако тот факт, что ни одна страна не поддержала Россию, свидетельствует и о беспрецедентной поддержке Украины, и о расстановке сил в ООН. Что будет дальше? Далее будет новый развитие ситуации в Раде безопасности, потому что это, очевидно, уже будет совсем другой типу резолюции. Это могут быть и вопросы, и про санкции. Это все может быть, так же, как и Генеральная Ассамблея. Генеральная Ассамблея – это тоже та возможность, где мы можем не только пригорнуть увагу к проблемам, но и сгуртовать световую громадственность. Дипломаты говорят, проблема не только в Украине и России. Проблема в том, что вся система коллективной безопасности теперь рушится. Этот вопрос и дальше будет рассматривать Совет Безопасности ООН и, возможно, в самое ближайшее время Генеральная Ассамблея. Из штаб-квартиры ООН Дмитрий Анопченко и Галентонюк, Американское бюро телеканала Интер.